Всем привет, ребят! Новый день, второй день, я сижу перед компом, крашусь, вот брови доделывала. Думаю, возможно, сделаю перманентный макияж скоро на брови, потому что... Не то, чтобы я устала их рисовать, нет, но иногда я понимаю, что они у меня прям классные, и я могла бы не подрисовывать где-то в каких-то моментах и идти даже с ненакрашенными бровями, то есть уже с готовыми, поэтому думаю. Тем более, что у меня уже однажды был перманентный макияж, мне понравилось. Единственное, что я не сделала коррекцию, поэтому у меня все очень быстро сошло, и никакого перманента не осталось. Сегодня нам с Кариной нужно поехать в детский мир и сделать фоточки. Не знаю, видели вы или нет, у нас с Кариной такой прикольный проект сейчас от ebay, и там еще конкурсы прикольные. В общем, в инстаграме мы выставляли. Короче, по этому проекту мы должны сделать там несколько фотографий в стиле Звездных войн. Мы уже с Кариной делали, я за светлую сторону, она за темную сторону, причем еще в моей неделе влогов предыдущей мы как раз сделали первую фотку, и вот сегодня нам нужно сделать третью фотку. Я предложила такую идею поехать в детский мир и надеть маски всяких чудовищ. Ну, короче, я типа буду чувакой, а Карина Дарт Вейдером, потому что чувака на светлой стороне, а Дарт Вейдер на темной. И мне кажется, что это будет прикольно. А еще вчера во влоге я заметила, что я очень сильно отконтурировала здесь, и поэтому у меня ужасно вот так вот подбородок выделялся. Поэтому лучше здесь сильно не контурировать, вот что я поняла. Или просто я поправилась, что вряд ли. И я бы, возможно, была даже немножко рада, если бы я немного поправилась. У меня все устраивает. А завтра мы должны пойти на премьеру фильма, что-то там токов, про ток. Короче, офигенный фильм, забыл, так называется. Война токов. По-моему, так. Сейчас, 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 я посмотрю, секунду, си минуточку. Да, война токов. Мы должны завтра пойти на премьеру этого фильма с этим классным актером. И я реально очень хочу посмотреть этот фильм. Я безумно рада, что позвали на премьеру. Мы планируем пойти втроем. Я, Маша, Карина, но Машу мы еще не позвали, она еще не в курсе. Но думаю, что сегодня как раз мы ей напишем и думаю, что она не сможет отказаться. Вот, фильм прикольный должен быть, потому что там про, насколько я понимаю, про то, как создавалось, придумывалось электричество. Кто первый открыл, а все такое. Я очень люблю такие фильмы. Обожаю. Обожаю иметь друзей. С ними так писала. Они присылают тебе смешные видосики, переписываются с тобой. Надеюсь, я сейчас никого не расстроила, у кого нет друзей. Друзей, во-первых, много не бывает и не должно быть. А во-вторых, если у вас нет друзей, подумайте о том, что когда-то у вас будут свои дети, и они будут вашими друзьями. Вот так, видите? Не все потеряно в этой жизни. Блин, что такое, что у меня за хрочушка выросла. Не было же такого. Точнее, всю жизнь была, а потом прошло. Да что ж такое? Может, ее не надо выйти манять? Ой. Так что сейчас я собираюсь, крашусь, а потом мы с Кариной поедем в детский мир. Конечно, мне надоели уже мои синяки под глазами. Что ж такое? Надоело. Блин, я когда чихаю, у меня потом опять насмерть начинается. По утрам я люблю чихать. Спасибо большое, что много сериалов всяких разных. Скидывайте в комментарии под первым блогом. Сегодня вечером со Славой будем смотреть. Выбирать сериалы. Потому что я так пока пролистнула, посмотрела, что много присылаете клевых. Ставлю лайки, как обычно. Пишут то, что я стала чаще улыбаться. И это действительно так. Слава тоже это постоянно замечает. Постоянно говорит, хоть улыбаться стала часто. Ну, типа, не знаю, мне кажется, я всегда много улыбалась. Потому что такая веселая девчонка. Но из-за моих новых зубов я вообще... Кто-то пишет, капец, брат, тебе не лень лайкать столько комментариев. Мне не лень. Конечно, это много времени отнимает. Потому что нужно же все прочитать. Какого нафиг 24 минуты, подруга, больше? Спрашивают, какие процедуры я делаю с бровями. Сейчас ничего у меня с бровями нет. А, ну, они у меня осветленные немного. Потому что я их осветляю. В Ванне Ключко. Это занимает вообще мало времени. Осветлить брови буквально минут 6, может. 6 это, знаете, типа, пока вам их расчешут. Нанесут на них осветлялку. И все это сотрут. И все. И у вас осветленные брови. Я осветляю где-то на тон. Вот так вот, чтобы, короче, с моими коричневыми тенями. Они выглядели хорошо. Блин, у меня тут какой-то волосик. Нашла. Видите? От кисточки щекотал меня. Так, что дальше? А, контурировать ночь. Так что с бровями ничего такого особенного я не делаю. Только вот осветляю. И иногда делаю ламинирование бровей. Но, честно сказать, мне очень нравится ламинирование бровей. Но мне не нравится, что, во-первых, оно очень быстро проходит у меня. И брови такие, ну, как сушатся, короче, не знаю. И это единственное, что мне не очень нравится. Но выглядит, конечно, это шикарно. Поэтому я думаю, что это хорошо делать редко, чтобы сильно не портить брови. А так, в принципе, после того, как я несколько раз делала ламинирование бровей, у меня, в принципе, брови так сами как будто бы уже ложатся как надо. Контурируем, контурируем. До того, как я поставила виниры, мне часто снились сны про зубы ужасные всякие, страшные. Я вам рассказывала в своих других неделях в блогах, что мне снилось, что, типа, у меня зубы крошатся или еще что-то. Или там зуб выпал. Ну, типа, это очень нехорошие сны вообще считаются. Пассоннику и все такое. А теперь, короче, мне не снятся такие сны. Сегодня мне приснилось то, что у меня отвалился винир. И я прихожу к врачу, и я помню, что мне приснилось, что я с кем-то фоткалась. Прям, типа, с кем-то, с кем очень хотела сфоткаться. Ну, с какой-то звездой, допустим, да. И я понимала, что, ой, сейчас вообще такой шанс сфоткаться с этим человеком. Больше этого шанса не будет. И я фоткаюсь, и я собираюсь улыбнуться. И вижу на фотке, ну, на там, айфоне, типа, вижу, что у меня зуба одного вот такого нет. Ну, винира, типа, вижу, что его нет. И я сразу такая в шоке. Это вот прям мне снится. И потом я прихожу к врачу, и оказывается, что у меня не один винир отвалился. И я вообще в шоке. И мне самое интересное, что мне в клинике починили все. То есть мне прям приснилось, что мне все сделали, поставили новые виниры на те, которые, типа, отвалились. И сказали то, что вот, осторожней ходить, и все такое. И я думаю, блин, к чему это приснилось? Интересно, в соннике есть что-то об этом, что винир отвалился? Ну, короче, это, знаете, страх такой. Потому что, не знаю, у меня какая-то больная тема про эти зубы. Мне всегда какой-то ужас снится. Наверное, вчера я прочитала какой-то комментарий, то, что якобы из-за винир что-то там лицо поедет, челюсть поедет. Ну, опять же, такие добрые люди, которые пишут всякие хорошие комментарии, которые радуют мой глаз. Написал кто-то, что, типа, из-за винира у тебя челюсть поедет и все такое. На самом деле, я сомневаюсь, что у меня поедет челюсть. Больше шансов, что у меня поедет челюсть, если я не сделала бы что-то со своими зубами, потому что сейчас они хотя бы стоят. Ну, правильно. И у меня больше зубов смыкается. То есть у меня на большее количество зубов появилось давление. Раньше у меня смыкалось только 4 зубы, по сути, жевательных. И все, все остальные зубы у меня не смыкались. Прикиньте, это очень плохо. Это очень плохо для зубов, потому что, если на них нет давления, они становятся слабыми, и потом просто с возрастом они нафиг отвалятся. Ну, было бы правильнее поставить брекеты, ходить с ними много лет, потом много лет ходить с капами, мучиться. И только потом, возможно, когда уже все супер крепко встанет, поставить виниры. Но я просто реально понимаю, что я не хочу так жить, я не хочу тратить свою жизнь, свое время на опять вот эти вот заморочки с брекетами. У меня что, проблем мало, что ли? Поэтому нафиг их, пошли в жопу. Вот так. Нет, я правда очень счастлива. Я правда. Я не знаю, я понимаю, что теперь я другой человек. Вот что я поняла. И другой человек не в том плане, что плохо, типа я вообще на себя не похожа. Нет. Я просто другой человек, потому что я по-другому отношусь ко всему. Ну, как будто бы, знаете, мир для меня перевернулся. И я действительно стала более, ну, не то что открытой, как-то раскованной, не знаю, так это называется. В общем, больше стала улыбаться, это факт. При любой возможности я обязательно улыбаюсь. И, по-моему, это круто. Так, я накрасилась. Останется только с губами что-то сделать. Ну, я их не крашу обычно так, может, блеском. Или каким-то оттеночным бальзамом, скажем так. Так, посмотрю еще комменты. Я, кстати, еще не делала даже в сториз. Типа, ребята, вышел влог. И так классно, что я понимаю, что иногда мне даже не нужно это делать, потому что люди сразу уже привыкли к тому, что у меня часто выходит видео. И сами заходят на канал. Давайте, Юля, скинемся на комп. Кого-то бесит какой-то момент. Ну да, ну на самом деле, короче, во влогах иногда и вообще в видосах у меня бывают помехи. И кто-то думает, что дело в компе, но на самом деле не в компе. Это из-за фильтров цветовых, которые я накладываю на видео. Может быть, вы смотрите, и вам кажется, что фильтров почти нет. Ну, по цвету все очень натурально выглядит. Но на самом деле я добавляю фильтры, которые... Ну, давайте даже покажу. Так, вот, видите то, что стало? То, что было. Сейчас где-то получше надо найти. Ну, короче, видите, потемнее становится и получше, мне кажется. Вот было, вот стало. Из-за этого фильтра у меня бывают глюки. Прям помехи конкретные на видосах, поэтому не обессудьте. Не надо одеваться, я кофеечек пила. Растворимый, ужасный кофе с молоком. За мной приехала Карина, как я вам рассказывала, что нам надо поехать. Да-эээ... Да едь туда уже, там развернись и поедешь. Я вот здесь не могу встать. И зачем тебе тут вставать? Чтобы он проехал. А, там машина. Короче, сейчас мы поедем в детский мир, как я и рассказывала, для того, чтобы найти там... Маски. Ты лучше не говори, что мы будем делать, а то у меня уже... Не, ну ничего, но если, типа, фотка не проканает. Приехали в ТЦ, она взяла мне вот такую шуку, потому что я должна быть Чубакой. Я очень рада. Я даже, знаешь, у меня нет таких мыслей, типа, блин, я буду выглядеть жестко, я буду Чубакой. Не, вообще норм. А ты молодец. Я Карине говорю, надень вот эту толстовку, чтобы она была Дарт Вейдером, модным таким. Слушай, у меня есть смысл, что я все-таки куплю маску, а не... Ну, не знаю, мы, конечно, можем попробовать сфоткаться в магазине, но, блин, в магазине, если там много людей, если такое... Мне вообще, можно на парковке такая, типа, я Дарт Вейдер современный. Или за рулем вообще. Мы еще хотим зайти и посмотреть по Рине новую камеру, потому что она свою раздолбала как следует, хотя у нас в одно время появились камеры, но моя еще жива. Ровно два года она мне просто жива. Ну, нет, она как бы еще жива, но... Где праймки? В самом низу. А. Она еще жива, но лагает жестко, да? Да. Я ее уронила просто несколько раз прям так, что... Ну, кто смотрит, мои логи видели помехи на камере, когда я ее уронила. Я не знаю, где тут камеры смотреть, только там, где айфоны... Да, твою мать, я вижу здесь эти эскалаторы тупорые. Что, это низкокалорийно, не смотрите на меня так. А что это вот это такое? 200 калорий? Ничего. Без курицы. Обычка. Ладно, у меня вот такой сэндвуч есть, я не знаю, насколько он мне понравится. Он вроде как обычный, типа, с курочкой, чего-то там. И я взяла себе воду. Вы не ожидали? У меня просто не хочется кофе, я сегодня уже пила кофе, я, по-моему, была бы рассказывать. Да, если нет, то рассказывать. Ты же можешь много пить кофе, у тебя зубы не измелтеют. Я просто не хочу, сейчас мне надоело кофе. Взялась какого-то классного напитка, типа сачка, ну что, тут свежий. А, ну, кстати, облепиховая... О, это еще облепиховая мне предлагают. Такой черный хлеб. Кстати, меня не грели. Его не надо говорить. А, да? Он и так божественно вкусный. Мне нравятся сэндвичи прета. Ой, я сказала прета? Да. Короче, если кто не знает, прайм, на мой взгляд, это прям супер жесткий плагиат прета, который я обожаю. И Юля, я тоже думаю, его любит, да? Когда ты бываешь в Лондоне и во Франции, ты, ну, в Париж, ты куда часто заходишь? А, мы за славой? Больше любим заходить в какие-нибудь кафешки нормальные. Ну, да, типа в какую-нибудь пекарню зайти, там, взять какой-нибудь классный сэндвич. Ну, пекарня, это сэндвич, это отчасти пекарня. Там все это есть. Это такое, типа, как Макдональдс. А хочется чего-то такого необычного, типа, одной одноразовой истории. Вау, зашли в такое классное местечко. Ну, сэндвич как бы норм, но... Я больше люблю обычные такие, которые из багета, знаете, с белым багетом. Багет. Вот по сэндвичам я очень часто скучаю. Я всегда, когда прилетаю в Париж, просто около Эйфилевой башни продаются сэндвичи. Ты не доходим? Ну, да нет, они обычные, но просто они мне очень нравятся. Думаю, что они очень обычные и прикольные. На этой... Какая там... Крокодейла? А, Крокодейла. 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 Ну, короче, на этой улице, ну, кто в курсе, тот в курсе. Там как раз офигенный вид на Эйфилеву башню, и там продаются кукурны, напитки, ну, и сэндвичи, короче, со всякими там хот-догами. Вот, мы со Славой любим туда прийти и взять там сэндвичи, посмотреть на Эйфилеву башню, сэндвичи и выпить кофе. Сколько раз в год ты бы хотела ездить в Париж для комфортного существования? Один-два. Один. Но я тоже два. Не знаю, мне его постоянно мало. Ну, хотя бы, ну да, один-два, по идее. Ну, если думать о том, что есть еще много других классных мест, для меня я недавно поняла, что... Я даже отказалась от тура в Африку, потому что я поняла, что мне нафиг это не надо. Я не хочу. Я хочу ездить только в Лондон, в Париж и, ну, в города США какие-то. Кстати, мне очень часто, раньше особенно, писали, типа, Юль, ты нибудь завидуешь Карине, то, что у нее так много путешествий и все такое, на самом деле. Во-первых, я не завидую, конечно же, во-вторых, у меня есть столько же возможностей путешествовать. Сама не особо много хочу путешествовать. Точнее, мне не нужно это несколько раз в месяц. Я такое не люблю, я утомляюсь, я люблю комфорт в жизни. И для меня два раза в месяц куда-то улететь, это не комфорт, это прям, ну, сложность такая. Типа, собирать, выбирать чемодан, собачка, расставаться. Ну, то есть, для меня это прям такое, не самое веселое. В общем, я два раза отпустила этот сэндж, мне нужно еще хотя бы пару раз отпустить, чтобы протянуть до нормальной еды. По поводу путешествий. Да. Я посчитала, в этом году у меня было их около 20. С ума сетей. И это значит, что половину года я жила два путешествия в месяц, а половину одинок путешествия в месяц. Но если учитывать, что у меня были поездки такие, типа, как Болгария на месяц, еще какие-то на две недели, то это прям капец как много. И не то чтобы я жалуюсь, но просто реально иногда хотелось бы больше в Москве оставаться. Потому что когда я выезжаю из Москвы, я как будто теряю возможности в Москве развиваться. Я не снимаю шоу, я не снимаю влоги, я не снимаю, я не худею, еще что-то. Поэтому в следующем году, я думаю, я меньше буду путешествовать и стараться только на те путешествия подписываться, которые прям топ-топ. Ну да, ну вот у меня такая история, что я хочу ездить в те путешествия, которые я сама хочу поехать в ту страну. А не так, что, знаешь, типа, ой, мне предложили поехать куда-то в какую-то страну, в которую я по факту не хотела, но так для галочки поехать, что типа я там тоже была. Но я такое не очень люблю. Вот поэтому ты, наверное, отказалась от Африки, потому что ты все-таки поняла, что это не то, типа, место, куда ты прям пипец как желаешь поехать, попасть. А заморачивать тебя, мучить еще одним каким-то очень тяжелым путешествием. Ну, это тяжелое путешествие, я думаю, все эти перелеты и переплывы. В общем, с ума сойти. Да, сейчас мы зашли в собачий магазинчик, чтобы взять корм и все такое. Уже были в детском мире, купили маски. В итоге решили их купить и не фотографироваться в детском мире, потому что, короче, потом покажу почему. И у нас на наших глазах разворачивалась такая жесткая картина. Женщина влезла к кассе без очереди, короче. На нее начали все гнать. Другая женщина вообще начала ее тележкой толкать. Мы с Кариной вообще были в шоке с этим. Так, мы нужно встать в очередь, обойти это все. Вакханали очень. Каждый раз думаю о том, чтобы взять еще одну собачку, как будто бы, потому что думаю, что Вивье не одно одиноко и скучно. Блин, может ей игрушку взять, она так грустит. У нее есть любимая, мне Слава говорила. Да, у нее есть любимая, это правда. Просто тут есть такой милый авокадо. Гляньте, какой милый авокадо. Но Виво не очень любит такие игрушки. И нам нужно сделать фоточки вот в этих масках. У меня такая. А у Карины Дарт Вейдер. Конечно, я всегда мечтала быть Дарт Вейдером, а не Чубакой, но мне это даже по приколу. Зато у тебя есть шубка, а у меня ее нет. Она немножко для детей и мне не по размеру. Так что, я дорассказала вам историю про ту женщину, которая влезла или нет? Она просто нагло влезла. Она была не женщиной, скорее, а бабулей уже больше. Ее было жалко. Но с другой стороны, она не права, конечно, что так делать нельзя, что за бред. Но меня больше взбесила женщина, которая начала толкать ее и ее продукты. Начала говорить, пошла ты отсюда. Это так, очень зло. Ну, короче, у них там жесть, вообще махач начался. И мы с Кариной стояли и не отказывали себе в удовольствии наблюдать. Я обычно всегда стесняюсь наблюдать. Да, ну я тоже. Хотела, чтобы они почувствовали, что, типа, они в стыдной ситуации. Не, я обычно тоже так думаю, ой, не буду смотреть там, все такое. Но иногда думаю, не, я буду смотреть. Я хочу смотреть. Я Карине говорю, что они две наглые женщины. И с одной стороны, одна наглая, потому что пролезла, а другая наглая, потому что начала ту толкать. Но все-таки в этой ситуации, я думаю, права та, которая начала толкать. Потому что, ну, это нечестно. Она реально отстояла в очереди очень долго. И, считай, перед ней встает какая-то женщина. Единственное, что у этой, которая начала толкать, была целая тележка одежды, там, каких-то игрушек, разных пеленок, распашонок. И эта бабуська, даже ей такая говорит, что в детский дом, ну, типа, столько всего было, что, ну, действительно, это надо либо очень-очень много детей иметь, чтобы столько вот одежды покупать детский. А у этой бабуськи там было что-то три или четыре позиции, чего-то там. Я уж не помню. Там какие-то бумажки, салфетки, игрушки. Ну, в общем, не знаю. Я Карине начала говорить, блин, давай, может, ее пропустим. Ладно, уж пусть она перед нами пройдет. А потом мы поняли, что сзади нас-то тоже огромная очередь. И сейчас люди начнут еще на нас агриться, типа, чего вы пропускаете. Но в итоге, в итоге мы решили просто ничего не комментировать, отстоять в своей очереди. Мы просто в разные кассы стояли. И в итоге эта женщина потом пришла в нашу очередь и встала тоже в середину очереди. Ну, это очень не понимаю. В общем, она очень долго стояла на той кассе, но от того, насколько было много всего у женщины этой, которая толкалась, она просто офигела там стоять в напряжении в этом. Но я считаю, что не та, не та не права. Я ненавижу женщин и вообще людей. Я ненавижу женщин. Я ненавижу людей, которые начинают паниковать и, типа, так глядить, бить, толкаться. Не знаю, у нее такое было выражение лица ужасное просто. Как будто она сейчас эту женщину убьет там своими руками. Мне такое не нравится. Ну да, там влезли в очередь, ты торопишься. 30 минут простояла в очереди. Но надо иметь всегда уважение самой к себе, не опускаться до уровня ниже плинтуса. Вот мы сейчас, ну, настолько она мне не понравилась, что мы сейчас сидим с Юлей обсуждаем, а тут здесь мы, какая она отстойная. С другой стороны, ей-то пофиг на наше мнение. Ты Дарт Вейдер? Да, она мне мала, жесткая. Ты кверх ногами надела. А, понятно. Я просто, ну, не фанат звездных, понял? О, так не больно. Ты такая сушнявая. Сейчас тебя сфоткаю на телефон. Все в порядке у тебя? Да. А, я же у тебя еще не снимала даже. Да. Мы приехали к Карине, покушали курочку с гречкой. Сейчас сделаем фоточки. Она отвезет меня домой. На планету другую. Ведь я Чубак. А на какой планете живет Чубак? Он так делает Чубак, ты знала? Вот так он делает. Чубака. Да. Чубака. Чувауа! Чувауа! Да. Мне нужно делать классную фоточку. Кстати, у меня к тебе вопрос. Хотела тебе его задать в этом влоге. Я сегодня посмотрела твой влог номер один. И ты там много ускоряла всяких моментов, но не добавляла музыку и не убираешь звук. Почему ты это делаешь? Ты специально не хочешь добавлять музыку, чтобы люди не думали, что типа ты делаешь как я? Или просто тебе это не нравится реально? Нет. Нет, я могла бы добавить музыку, но я не стала добавлять, потому что, во-первых, у меня не так много ускорений, чтобы туда вставить какую-то музыку. Но в этом влоге прям много было. Я имею в виду, что они по времени недолгие. Типа у меня идет короткое ускорение, потом я что-то долго болтаю, потом опять короткое ускорение. Не вижу смысла добавлять музыку. Точнее, я могла бы это сделать. Я понимаю, что это не изоление, это 100% как бы я... Нет, это не изоление. Я могла бы это сделать, но мне нравится именно то, что слышно, как я что-то ставлю, типа вот эти ускоренные звуки, как я что-то достаю, например, раскладываю в посудомойке. То есть мне нравится именно то, что слышно настоящие звуки, ускоренные, ну типа так, как есть. Но я не знаю, многие на самом деле пишут то, что это даже прикольно, как будто бы в Sims играют и ускорение ставят в игре Sims. Потому что можно так? Да. Не играла в Sims никогда, извините. Какой пипец. Я вообще в этом игра не играю. Когда живёшь уже чувачками, создаёшь семью, и, ну, понятно, можешь ставить ускорение, они тоже ходят, быстро что-то болтают, и такие всякие звучки. И мне нравится это, потому что это добавляет именно живости, а музыка сразу у меня... Ну, меня бесят музыкальные вставки во влогах. Я не вижу в этом смысла. Мне хочется, чтобы это был максимально такой, ну, прям, типа, видос, который ты смотришь так, как есть, типа. Просто ускоренное я ускоряю. Мне нравятся музыкальные вставки, когда это, ну, какие-то другие видосы, либо путешествия. Вот тогда мне нравится реально. И я вставляю сама тоже. Но во влогах, именно неделях в влогах, что-то как-то мне не нравится. Типа, как... Я выбрала какой-то формат такой, чтобы вставать музыкальный. Так, а вот ты мои смотришь, ты говоришь. Тебя они бесят в чужих роликах, или тебя они просто в своих бесят? Ну, я смотрю, и у меня всегда именно сразу же... Ну, типа, я и так знаю, что, понятно, ты же... Нету тебе такого, что ты просыпаешься, а камера тебя уже снимает. То есть, таким образом, у меня ещё больше появляется ощущение наигранности именно кадра. Музыка добавляет ещё больше, типа, нереальности. Возможно, это кому-то нравится, я же не говорю, но, типа, кто-то, наоборот, кайфует именно от таких вставок с музыкой. Кому-то это очень нравится, говорит, побольше атмосферности, добавляете больше музыки. Ну, ты же любишь вот убираться, ты говоришь, что ты обожаешь смотреть мою ускоренную уборку. Ты тоже могла бы так делать, и это, получается, достаточно долго. Ты в такие моменты тоже не стала бы вставлять музыку? Ну, у меня не было музыки на этот тоже. Да, я помню. Ну, потому что, получается, что у меня ускоренная уборка выходит на тоже, опять же таки, секунд пять, десять. Вставлять на эти пять-десять секунд музыку, ну, не то чтобы не вижу смысла, я могу это сделать, но пусть люди слышат, ну, реальные звуки, как я что-то положила, вот такие ускоренные. Ну, типа, не знаю, мне это нравится. Напишите в комменты, типа, что думаете, если вообще отстой, то я могу попробовать. Не, мне нравится то, что ты делаешь, и мне нравится, ну, тоже, как ты говоришь, звуки вот эти все слышать, это прикольно. То есть я не говорю так плохо или так хорошо, мне просто хотелось понять, ты это делаешь, типа, специально, чтобы люди не думали, что, типа, вот, как Карина начала делать, или это реально твое желание изнутри? Не, мне пофиг. Если я что-то увижу, что ты делаешь, мне будет казаться, что это прикольно, я это спокойно сделаю, даже не буду думать о том, что ты напишешь, что, типа, делаешь, как Карина, мне вообще плевать. Знаешь почему? Мне главное, что мне нравилось. Всегда пишут, когда ты так делаешь, что я делаю, как у тебя. Вспомни, когда я заказала эту вначале заставку, и ты заказала, как у меня, и от того, что у меня меньше подписчиков, мне стали все писать, фу, как у Юли заказала заставку, не могла свое что-то придумать. Нет, у нас нет такого вообще. Нет, мне пофиг. Нам-то вообще пофиг, это только люди могут писать, ой, чё ты друг за другом повторяйся, ну, и что? На подруге, алло, если вы не повторяете со своей подружкой какие-то вещи, то кто-то и не подруги. Ну, ты что-то придумал, это же не твоя там какая-то фирма, которая у тебя украла, ну, типа, это такой просто прикольный ход монтажа, например, или заставку, даже почему бы и нет, тем более, что они не одинаковые в любом случае. Да, просто один и тот же человек делал, и мне вообще говорят, что я на своей заставке похожа на тебя больше, мне кажется, я... Мне, кстати, твоя заставка больше нравится. Я поэтому стала малость её ставить, только я вообще её на какое-то время перестала ставить, и недавно только в каких-то видосах ставила. Мне нужна новая заставка, прикольная. Но я к этим заставкам так отношусь тоже, как будто бы это какое-то слишком делать из нового видоса какое-то представление, какое-то невероятное, что-то такое, ну, то есть, мне нравится относиться к этому проще, что ли. Хотя, если бы у меня была классная заставка, от которой я бы куповала, наверное, я бы её вставляла. Знаешь, мне кажется, заставку невозможно вставлять вечно, вот моя мне очень нравится, но она меня бесит, ну, в плане иногда, вот у меня сейчас почти нет заставки нигде. И знаешь ещё Катю Ваню, ну, которая тоже влоги каждый день смотрит, у них, я недавно просто зашла на канал, у них постоянно одна и та же заставка. Я, ну, типа, я хоть и не смотрела все ролики, мне было просто интересно, я заходила на них смотреть вообще на всех роликах заставка. Я тоже смотрела буквально вчера, мне кажется, даже. И мне не нравится, что на всех роликах заставка. Ну, типа, она добавляет времени ко влогу, типа того. Ну, что там по времени, 20 секунд, 10 секунд? Ну, дело не во времени, дело в том, что, ну, все проматывают заставки, тогда зачем её вставлять? Не, прикольно, когда короткая заставка, чисто, вот, прям, не знаю, 10-8 секунд, такая, типа, пшик-пшик-пшик, влог, пшук, поехали. Вот это мне так и нравится. Я бы даже, может, знаешь, что хотела? Типа, как шум, вот эти переходики для видосов, только свои, под себя сделанные, под меня, ну, чтобы кто-то тоже сделал. Да, переходики-то офигенно. Ну, нет, заставки тоже офигенно, просто надо хорошую подобрать и не во все ролики, возможно, вставлять. Ну, да. Если вдруг вы делаете заставки, напишите в комменты или на почту сразу пишите. Ну, нормальные заставки, они только, не так, как обычно это бывает, типа, Юля, я делаю обложки и присылаю всякое, да, в пейнте нарисованное. Никого не хочу обидеть, но иногда реально жесть, ну, типа, человек что, не видит сам, что это жесть. Иногда бываешь ослеплён. Я, например, некоторые свои видосы слишком люблю и, возможно, иногда не замечаю минусов. Мне кажется, их там нет. Ну, не на всех, конечно, я обожаю, например, свои влоги с путешествий. И поэтому ослеплённая своей работой, я могу не замечать, что там есть какие-то тупые моменты, минусы, и, может быть, люди так же. В каждом видосе есть тупые моменты, минусы для каждого, своё, норм, своё, норм. Только, когда выйдет фотка, не пишите там всякий бред, типа, ура, согласовали. Скажу, расскажу у тебя. Ну да, расскажи. У меня был проект, Юля знает, у неё было то же самое, в котором я говорила, что, типа, вот, долго не согласовывают фотографию, я переделываю уже в который раз. Когда я выставила фотку, все начали писать, типа, ура, согласовали, Карина, я за тебя так рада. Я понимаю, что вы делаете это из хороших побуждений, но клиент просто в шоке, что под фоткой так много комментариев такого плана, он не ожидал, что я всё это рассказываю на большую аудиторию, что мне фотку не согласовали. Конечно, он немножко расстроился, я его понимаю, это была моя ошибка с какой-то стороны, но я просто изначально не знала, что это так зайдёт. Когда я снимаю бэкстейдж с рекламы, я надеюсь, что она согласуется сразу. И так как это формат каждый день один влог, я не могу потом вернуться в монтаже и удалить этот кусок, и мне приходится перед вами отчитываться, что вот, ребят, ту не согласовали, поэтому я сейчас ещё её буду делать второй раз. И, в общем, никогда не пишите, у Юлии тоже сейчас она вам расскажет, ура, наконец-то согласовали. Если хотите поддержать, напишите, какая ты тут красотка. Даже если мы в масках. Да, потому что, ну, это капец, мне пришлось удалять очень много комментариев, и я рада, что я рассказываю эту историю у тебя на канале, потому что я как будто в домике на твоём канале, я уверена, у нас пересекается аудитория, не надо так писать, это мы вам доверяем наши секреты, и не нужно наши секреты с вами выносить на показ. Я не знаю, буду ли я теперь снимать бэкстейджи с рекламы, но я буду делать это очень аккуратно, и так, чтобы бренд на меня, ну, не обиделся как-то. В общем, мне очень стыдно перед ним, потому что это полностью моя ошибка. Не, ну, у меня было летом, да, получается, но у меня вообще, ну, типа, откровенная жесть была, потому что у меня это был видос, хотя под видосом обычно больше комментов, но именно в этом случае у тебя под фоткой было больше комментов таких с намёком на то, что какого фига вообще, наконец-то согласовались, всё такое. У меня был видос, который мне долго не согласовывали, у меня началась неделя влогов в Болгарии, и я там почти в каждом видео говорю, блин, я не знаю, как быть, потому что у меня есть видосы рекламы, которые должны завтра выйти, в итоге каждый день мне говорили, типа, да, он завтра выходит, и я в каждом своём влоге, который выпускала, говорила, что, ребят, завтра выйдет скорее всего не влог, а другой видос, и каждый день мне, ну, менеджер писал, типа, не, сегодня отбой тоже, сегодня тоже отбой, и, короче, ну, всё дошло до того, что у меня просто взорвался паукан, и я уже начала говорить, типа, какого хрена, почему нельзя сразу нормально сказать дату, ну, то есть я негатив выплеснула, потом у меня вышло это видео, и под этим видео все начали писать, типа, а, понятно, кто тебе там долго не согласовывал видос, понятно, что за бренд, и всё такое, типа, наконец-то этот ролик вышел, поздравляем, типа, очень за тебя рады, что наконец-то твой геморрой закончился, и, ну, как бы так и было на самом деле, и, конечно, это тупо, но, с другой стороны, нефиг долго согласовывать ему рыжить. Ну, да, у человека же неделя влогов, ну, поэтому так, она должна была анонсировать вам, что вот завтра недели влогов не будет, вот, поэтому как-то так получается, и мы же изначально, ни ты, ни я не ожидали, что нам будут пересогласовывать фотографии и всё такое, но получается, с одной стороны, тупо и некрасиво со стороны именно блогера, потому что он как бы заведомо говорит, что вот это всё реклама, 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 но, с другой стороны, я не скрываю, что у меня реклама, у меня везде хэштег эд. Да, люди же и так видят, когда реклама, ну, конечно, это, типа, глупо, просто бывает такое, что ты кайфуешь от рекламы, а потом из-за всех вот этих моментов тупых согласований не одобрили, хотя почему, всё реально классно. У нас очень много было таких тупых ситуаций, когда мы объясняем клиенту, что так будет лучше, если мы сделаем вот так, так реально людям зайдёт, так будет смешнее, в этом будет какой-то прикол, какая-то фишка, а клиент говорит, ну, нет, нам только не нравится, давайте добавим очень много рекламы, видео, очень много ссылок в описании, а потом такие говорят, блин, а чё не зашло, чё мало просмотров, почему не 200 тысяч просмотров? Ну, потому что... Она абсолютно права, но, с другой стороны, здесь, знаешь, ещё есть такая фигня, клиент всегда прав, кто платит деньги, тот и диктует условия. Ну, хорошо, они могут быть правы, но я не могу им тогда гарантировать, что это зайдёт офигенно. Да, я согласна, ну, блин, есть ещё такая тема, что у бренда есть свои устои, которые он продвигает своё мировоззрение, он хочет именно это продвигать как бы аудитории. Слушай, я всё понимаю, я понимаю, такие детали, но вот, типа, деталь, ну, момент конкретно вот твоей ситуации, который был, это непонятно, это не то, что свои устои. Очень часто бывает такое, что сначала говорят, сделайте вот так, потом ты так сделаешь, они говорят, ну, не, вообще-то по-другому сделайте, ну, типа, это тоже мне непонятно. Больше всего меня бесит момент вот именно сценария, то, что с самого начала всегда должно быть, ну, как бы, чётко. Он говорит, нет, давайте вот по-другому сделаем, вообще не так. Давайте добавим это, уберём вот это. Чё ты сразу не мог сказать? Когда неточный бриф, это ужасно. Мне вообще рассказывала одна девочка-блогерша, что она, типа, сняла видео о каком-то бренду, и там всё было в ТЗ прописано, она всё сняла по ТЗ. А потом она отправляет ролик на согласование, и в ТЗ не было прописано, что она не может сидеть в одежде цветов бренда-конкурента. И её заставили перезаписывать всё видео, потому что она сидела там а-ля в синей кофте, а в синей кофте нельзя. Ну, я не помню, какой там был цвет, и это ужасно, потому что если для вас это так важно, то прописывайте это в ТЗ. Всё, всё. ТЗ — это техническое задание, а я раньше думала, что точное задание, но я узнала, что техническое. Короче, это жесть. Но это, на самом деле, я считаю, прям маразм конкретный. Как там вообще мои хорошие, мои скрипыши? Кто? Скрипыши. Скрипки? Скрипыши. Скрипка лесаааа. Нет. Что я сейчас сказала? Скрипка леса. Что именно я сказала? Два слова, какие это? Скрипка и леса. А вдруг я сказала скрип колеса? А что я сказала? Вообще ты сказала. Нет, сейчас скажу. Восень. Восень. Ну, это не совсем то. Такого нет слова восень. Что такое восень? Это осень и восемь, но такого слова нет. Скажи, что я сказала, восемь или осень? Что я сказала? Восень. Сказала восень. Нет, что-то одно. Восень или осень. Ну, ты сказала, блин, двойное слово. Должна выбрать. Ну, хорошо, но это не тот самый пример, когда скрипка леса и скрипка леса. Говори уже. Ещё раз. Осень. Осень. Нет, я сказала восень. А если я сказала восень, ты сказала, я сказала осень. Да. Так эта игра работает? Да. А ещё знаешь какая? Вот, ответь мне на вопрос. На балконе ходят? Мы что, играем, выиграем? Да, ура. На балконе ходят. На балконе ходят. Ну, ходят? На балконе не ходят. Молодец. Это тоже самое. Вот это то же самое, что скрипка леса. Что ещё узнаешь интересного? Надо будет у бабушки спросить. Да, такое знают только бабушки. Ладно. Что, фоткаемся и поехали? Скажи привет. Привет. Вот загадка. Кто это? Не все же твои знают, кто это. Это загадка для кого? Для меня? Нет. Для подписчиков. А, да все знают, что это. Тебе так идёт этот цвет? Правда? Да. Такая элегантная. Чебака. Да, мне очень идёт. Вообще, я хотела тебе сказать, смотрела твой влог, во-первых, нереальные зубы, а во-вторых, цвет волос. Никогда не ставайся блондинкой. Мне так нравится именно то, что сейчас он не чёрный, он не светлый, он такой, какой тебе надо. Тебе вообще не нужно блондинкой быть. Вот это вот прям идеально. Я тоже смотрю на свои видосы, где я блондинкой и думаю, блин, как то вообще... Может, там у меня ещё ресницы же есть и всё вместе. Хотя бы я не знаю. Сейчас очень круто выглядишь. Вот так. Вот это спасибо, брат, за комментарий такой приятный. Ну ладно, всё. Фух, итак, ребят, я уже дома. Мы с Кариной после того, как у неё посидели, пофоткались, поехали в продуктовый. Так как мы были на её машине, она отвезла меня до дома и кое-что, в общем, зашли, купили в продуктовом. Сок апельсиновый мой любимый. Взяла вот такие вот штучки. Кто любит, лайк. Я с детства их люблю. Это я взяла Славе его любимые. Сырочки. Чудо вот такое. И шоколадные. Но на самом деле я люблю ванильные. В последнее время прям подсела что-то на них. Раньше любила безумно. Потом вообще их не пила много лет. И тут что-то я подсела на такие чудо. Вот, четыре взяла. Два таких, два таких. Крабовые палочки. И что? И всё. Ну и это уж пусть будет всегда дома. Вот, в принципе, всё так. Просто по мелочи каких-то вкусняшечек взяла. Мам, милая шабачка. Это мой маленький скрипыш. Итак, Викчик, ты готова? Пойдём скорее. Не бойся, не бойся. Давай. Ой, ты мой смешнюлин. Давай, не боись. Так. О, молодец. Сама просунула. Ой, ты принцесса. Ты просто принцесса. Конечно, он великоват. Ну, Вива, это просто что-то с чем-то. Ой, какая у меня девочка. А какие девочки. Happy New Year. Happy New Year. Вива, ты прекрасна. Давай, иди к маме. Иди сюда. Такая ты свинюшка в этом. Давай, давай, пошли. Модельная проходка. Давай, давай. Быстрей, 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 быстрей. Модельная проходка. Понятно, ей чешется, всё, она ходит, а буллой трётся. Заходи. Да тебе отлично, Вивик. Давай, ты у мамы зарядка садится. Расчехляемся, расчехляемся. Вот так. Давай лапки доставай. Вот молодец, вот молодец. Села монтировать видос, поставила стирать бельё. Оно уже постиралось, между прочим. Сейчас мне нужно будет снять сухое бельё, повесить мокрое бельё. В общем, как обычно, одна и та же схема. Недавно я выставляла в Инстаграм вот эту фотографию, и многие начали писать неприятные вещи. Я не могу сказать, что я жалею, что выставила эту фотографию. Не могу сказать, что мне прям обидно, но люди начали писать то, что Ааа, это она для хайпа выставляет, это для пиара, это небось они прикалываются или клип снимают. В общем, всё, что угодно, кроме того, что действительно, ну, возможно, мне хреново. Я потом в сторис написала, что я это выставила для того, чтобы люди знали, что я, типа, не просто валяюсь дома, сплю, поэтому у меня вообще нигде не появляется. И я просто знала, что, скорее всего, ну, как бы я не выйду в сеть, и на следующий день, возможно, я не знала, как карта ляжет. Но также было очень много комментариев, и очень многие люди переживали за меня, и начали писать мне, что с тобой, что с тобой. И в какой-то момент я немножко, немножко пожалела, что это выставила, потому что мой телефон просто разрывался, взрывался. Все просто знакомые, друзья, я не знаю, блогеры все мне начали писать, спрашивают, что со мной, как ты, чем помочь, куда приехать. Ну, это, конечно, очень приятно. Просто суть в том, что я не так часто рассказываю вам о каких-то своих, возможно, даже проблемах или что-то такое. Ну, то есть, нет, в основном вы все знаете, но я не делаю это часто на показ. То есть, если мне плохо, если у меня болит живот, я об этом не рассказываю, конечно же. Я не пишу вам о каждой своей какой-то болячке, я не рассказываю, когда у меня там проблемы с пищеварением или еще что-то. То есть, я не все рассказываю, поэтому я подумала, что если я поделюсь с вами каким-то таким неприятным моментом в своей жизни, то люди, ну, просто напишут что-то хорошее и все. И я, конечно, была, ну, нет, я не была в шоке, типа, то, что кто-то начал писать, типа, а, да, она просто хапится, вообще лохушка, ну, ничего. Нет, я не была в шоке, потому что я прекрасно понимаю. Ну, как бы, возможно, я бы тоже так подумала, типа, ах, просто, наверное, хотелось поделиться каким-то и не очень приятным моментом в моей жизни, потому что в основном я стараюсь делиться с вами только хорошим, но и плохое тоже в жизни случается. И я, конечно, не говорю про всех, многие писали мне, мне так приятно, реально, подписчики, но у меня директ просто взрывался. Недавно я была в больнице, у меня была капельница, это действительно правда, это, ну, не просто шутка, это мы не клип снимали. Мне действительно было очень плохо, я так полагаю, что это был типа обморок у меня, я фиг знает что, но я очень сильно испугалась, мне было очень плохо, у меня была жуткая слабость, у меня потемнело в глазах, и я не знаю, просто, я даже не поняла вообще, почему, из-за чего, потому что вроде всё нормально, ну, типа, каждый день я живу, всё ок, и только потом я поняла, что это из-за того, что я нихрена не ем, и при этом, ну, типа, знаете, у меня нет чувства голода, я просто могу не есть. Ну, в общем, всё смешалось, то, что я плохо сплю, мало сплю, у меня ужасный режим, потом то, что я нихрена не ем, и потом ещё, как оказалось, эти атмосферные давления, или что там было, ну, в общем, не знаю, всё это наложилось друг на дружку, и, короче, ковара, шлёпнулась я. Ко мне мама приходила, кормила меня вкусняшками, потому что в больнице я не стала есть, там вообще какая-то жесть непонятная. Я даже не смотрела, что, но в палате со мной было две девушки, и они говорили, ну, такое, котлеты несолёные, ещё что-то, я такая, ладно, спасибо. Вот, приходила мама, покормила меня, потом Слава приезжал тоже, со мной потусовался, ну, и всё, и я, типа, легла спать, ну, и утром меня уже выписали, и я с кайфом отправилась домой. Меня мама забрала, довезла до дома. Итак, прежде чем я закончу этот влог, хочу вам сказать, что Муха до сих пор здесь. Кто не в курсе, посмотрите мою предыдущую неделю влогов, это шок. Так что вот, всех люблю, целую, обнимаю, и всем пока!